Я отвечу на вопросы. У нас сегодня тигма «Грязная кровь обнуляет информацию». Алексей, у вас поднятка, я пока вам не дам слова. Почему я решила сделать именно такой эфир? Не потому что это физиологическое состояние. А именно потому что через нашу кровь, то есть что такое «Грязная кровь»? «Грязная кровь» – это в моём понимании. Давайте я сразу же буду говорить, что всё, что я вам говорю, это конкретно в моём понимании. Это не в общепринятом понимании. Это не понимание традиционной медицины. Нет, я вообще не про это, ребят. Я конкретно в последние мои эфиры я веду из состояния видения определённых вещей. Видения с моей точки зрения определённых вещей, определённых объектов, субъектов, каких-то других планов, как их называют на тонком плане. Да, 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 да. Скажите, сейчас лучше слышу? Звук третий, да, Марка. Сейчас лучше слышу? Да, да, мне говорят, да. Всё, отлично. Тогда я продолжу. В моём понимании, что значит «Грязная кровь» – это не только физиологическое состояние нашей плазмы, да? Это ещё и не психологическое состояние, а насколько вы готовы расшифровать код вашего рода. Это и значит ваша чистота крови. Это не касается холестерина, это не касается, насколько густая либо жидкая ваша кровь. Это касается конкретно только тех состояний, которые влияют на плазму нашей крови, и на плазму нашего ДНК, и на наше ДНК влияют только те состояния, когда мы способны начать общаться со своим родом. Возможно, это для кого-то покажется какой-то глупостью, для кого-то это покажется неприемлемым для того, чтобы вообще начать себя распознавать. Но, тем не менее, это единственный аспект, который позволяет, либо не позволяет нам принимать какую-либо ситуацию. Да, Марфа, спасибо. Спасибо, что даете обратную связь. Мне очень приятно, что вы со мной всегда на связи. И давайте я сейчас вам расскажу, что в моём понимании чистота, и что в моём понимании, когда вы чётко понимаете, что с вами происходит, и что значит, когда откидывает назад. Чистота крови – это сколько бы мы не очищались, сколько бы мы не облегчали своё питание, сколько бы мы не делали себе каких-то разнообразных витаминных капельниц, каких-то моментов, которые очищают кровь, какие-то травы, какие-то микроэлементы – не важно. Вообще, ребят, абсолютно не важно. Если ваше внутреннее состояние не соответствует вибрации внутренних органов вас самих, то баланса не будет, это всегда будет разбалансировка, когда вы не можете… Разбалансировка – что значит разбалансировка? Когда вы срываетесь на жёзд, разбалансировка – когда вы срываетесь на такие спуции, разбалансировка – когда вы чётко понимаете, к чему вы идёте, но по каким-то причинам у вас это не получается. Разбалансировка – это именно те состояния вашего жизненного пути, когда они не соответствуют вашему внутреннему восприятию, когда они не соответствуют внутреннему восприятию чувствования кайфа. И если вы этот кайф, это состояние влюблённости в жизнь, влюблённости в танец вашей жизни, если вы его не чувствуете, то дисбаланс именно в вас, внутри вас. Что такое дисбаланс внутри вас? Как бы вы не подходили к определённому состоянию по питанию, к определённому состоянию даже по какой-то благости. Знаете, бывают такие люди, я сейчас встречаю очень часто, которые говорят, ой, мне так всё хорошо, ой, я такой вот молодец, «Ой, у меня вот и дети такие, и муж там, или жена такие, мы вот такие вот все благостные, мы знаем вот это, мы знаем вот то, мы знаем вот то». А когда их начинают, говорят, «А вы знаете свой род?» Они говорят, «Ну, как бы, ну, мы знаем, что было, мы изучали славянские там какие-то там что-то, веды, практики, ещё что-то». Я говорю, «Не-не-не, ребята, вы знаете свой род?» Кто в вашем роду на сегодняшний день, глава вашего рода? Кто старец вашего рода, вы его знаете? И тогда у нас получается такая пауза, потому что свой род практически, наверное, я бы не побоялась озвучить, что 2% из 100 кто знает свой род. Что такое узнать свой род? Это не просто, когда тебе рассказали мама, кто такие твои бабушка с дедушкой, бабушка с дедушкой рассказали, кто такие прадедушка, прапрадедушка. И ты вот знаешь, например, там сколько-то поколений назад, не важно сколько, 10 поколений назад, там 15 поколений назад, я очень сомневаюсь. Это не про род. Это как раз, когда вы говорите, вот это вот фотографирование древа жизни. А твой род – это как раз те состояния, твой род – это те моменты, те жизненные аспекты, которые были, ну, например, в 10 тысяч лет ты на шее. И кто может похвастаться тем, что знает вот свой род вот с такого момента? Я думаю, что, наверное, единицы. И как их узнать? Как их узнать, тоже существует не один способ. Но этот способ только может узнать и принять тот человек, который четко идет в осознание самого себя. Ребят, это уже как бы, это практика моя. Это я не только обращаюсь к самой себе, это я еще говорю тот опыт тех людей, с которыми я общалась, которые знают, да, что такое род. И когда ты понимаешь, кто твой род, когда ты можешь общаться со своим родом, представляете, что такое твой род, который 10 тысяч лет до нашей эры. Что это такое? Это не про то, что там бегают с каким-то копьем и что-то пожирать. Это вообще не про это. Это настолько мощные энергии, это настолько, это настолько другая в вихревом плане закрученная энергия. Тише, я тебя сейчас наругаю. Все. И это именно те состояния, когда ты можешь в них не просто выйти, когда ты понимаешь, что каждый, каждый человек, каждый представитель твоего рода, это не просто какой-то человек, который совершил определенные вещи. Это тот мудрец, который несет определенную грань истинности познания данного мировосприятия. Причем, если мы говорим о твоем роде, то мировосприятие, оно не заканчивается на этом уровне, на этой плотности. То есть, если мы говорим 10 тысяч лет назад, представляете, какая у вас информация живет, насколько она глобальна, насколько она объемна и насколько она не подвергаемая данному восприятию нашего мозга. То есть, наш мозг настолько ее отрицает, потому что то, что можно увидеть, что нами было, что было с нашим родом 10 тысяч лет назад, какими они обладали особенностями, какими они обладали способностями. Мы это не можем воспринимать даже не потому, что мы это в сказках даже не читали. То есть, в сказках мы читали где-то 15-й, седьмой век. Это то, что описано в сказках. Ниже седьмого века в сказках не описано. А мы сейчас с вами говорим 10 тысяч лет до нашей эры. Представляете, что с нами было? Насколько мы были глобальними, насколько мы были глубокими, насколько мы можем поменять каждую молекулу, не только самого себя, но и своего мира. И это делается не потому, что мне нужно об этом подумать, мне нужно это сделать. Это не поэтому. Это просто потому, что тебе на сегодняшний момент это нужно. И на этот момент будет произвести именно так, как тебе нужно. И это говорит, опять-таки пошла на одну сторону, что такое чистота крови. Чистота крови – это как раз, когда ты воспринимаешь, когда Ярик, подойди, пожалуйста, еще раз. Когда ты воспринимаешь те состояния, вот там вот возьми крышку, накрой. Вон там, вон крышка, где-то была. Когда ты не просто это видишь, не просто это знаешь, не просто думаешь, о, я, конечно, об этом подумаю завтра. А когда ты очень четко осознаешь, что это не просто может быть, а когда ты это осознаешь, когда ты с ними начинаешь общаться со своим родом. И когда ты начинаешь это не просто общаться, а когда ты начинаешь получать ответы все, которые, ну, от них никуда не деться просто потому, что они есть, ты можешь от них отвертеться, ты можешь сказать, ой, это моя голова придумала, так оно и бывает, так это не, все это ерунда, но когда это тут же моментально начинает сбываться, то твоя голова уже куда она двигает, свой мозг говорит, ну, как бы, ну, упс, да, ну, наверное, так бывает. И когда с тобой начинают происходить вот эти вот волшебства, когда ты начинаешь осознавать, что это есть, когда ты начинаешь понимать, что это действительно просто факт, и тогда ты начинаешь погружаться внутрь себя, когда ты начинаешь погружаться внутрь себя в социальное состояние истики, познания своего рода, когда ты начинаешь с ними не просто общаться, а взаимодействовать, что давайте вот это сейчас делать, то есть очистим рот вот так-то, 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 свой мозг, пусть это, давайте по-грубому я сейчас скажу, чтобы это было просто понятно, свой мозг, свое восприятие, свое сознание, свое подсознание, в этот момент ты можешь закрепить тот критерий, чтобы в свое сознание, в свое подсознание приходила только та информация, которая правда, та информация, которая истинна, и только истину и правду ты готов через подсознание воспринять на уровень сознания. И когда ты это не только проговариваешь, а когда ты это осознаешь и принимаешь, тогда у тебя идут абсолютно другие процессы познания всего человечества, а человечество это в первую очередь ты. И неважно в каком году, в какой плоскости, в каком тысячелетии ты живешь, эта истинность начинает приходить к самому себе. И есть такие стадии, когда ты четко понимаешь, ты идешь по светлой стороне, либо ты идешь по темной стороне. По темной стороне это как бы, ну, на определенный момент круто, но всегда есть предел, по темной стороне всегда есть предел. Она не бывает беспредельна, то есть вечно, только светлая сторона, но она на определенных этапах поотчустненькая. И когда ты разрешаешь себе быть только на светлой стороне, когда ты в себя пускаешь и заключаешь самой собой договор, соглашение, но это же самой собой, что ты можешь принимать информацию только истину и только правду, то к тебе приходит только тайм-факция, которая может быть большинство людей вообще не интересует. Как бы это банально не звучало. Но, тем не менее, ты очень четко понимаешь, что за счет этой информации, которая к тебе приходит, ты начинаешь познавать самого себя. Ты начинаешь познавать свой род, ты начинаешь познавать те стадии, те аспекты и те критерии, к которым можно прийти в определенный момент. А чтобы к ним прийти, ты должен сделать определенные вещи. А если ты делаешь определенные вещи, чтобы к ним прийти, то у тебя развернется определенная стадия самого себя. Когда тебя разворачивает определенная стадия самого себя, то в этот момент самопознания у тебя открываются определенные моменты, которые до этого момента ты не только не знал, а ты даже не думал, что вообще такое существует. И когда в тебя вкладывается это знание, просто оно не говорится тебе, оно тебе не объясняется, а вкладывается это знание, и ты понимаешь, что ты есть это знание, только после этого ты начинаешь в определенные моменты видеть и слышать определенные вибрации, на которых ты раньше не был. И ты идешь дальше и дальше-дальше в познании самого себя. Но когда ты себе этого не позволяешь, когда ты к себе это отрицаешь, то ты не можешь стоять на месте. Когда ты себе отрицаешь, то тогда у тебя кровь, она начинает в определенный момент, как мы говорим, зашлакованная кровь, какие-нибудь еще моменты, какие-нибудь там глисты в крови, то есть много-много-много чего только я не слышала определенных вещей. И это же говорится не потому, что в твоей крови это есть, это говорится потому, что в твоем сознании, в твоем осознании нет того, к чему ты должен умшить, нет в твоем мире то, к чему ты должен прийти, осознать, и для чего ты это должен делать. То есть у тебя все достаточно банально, все достаточно просто и в зоне комфорта. И когда ты находишься в этой зоне комфорта, изначально тебе хорошо. Но последующие моменты, они все равно будут выскакивать неблагоприятным образом, что будет тебя отталкивать назад, и ты будешь это объяснять не потому, что ты не такой, а потому что определенные вещи, которые кто-то рассказал, они не работают. Мы же всегда начинаем искать кого-то виноватых. Вот. Ребят, я не знаю, насколько понятно я сейчас рассказала. И я, наверное, понимаю, что с каждым разом мне все сложнее рассказывать о каких-то простых вещах простыми словами. Но мне очень важно ваша обратная связь. Насколько вам вообще понятно то, что я рассказываю? Насколько вам приемлемо то, что я говорю? Насколько вы можете это на себе применить? Насколько вы поняли ту информацию, которую я хочу донести? Если это непонятно, я буду работать с собой, чтобы преподнести вам ее в другом ракурсе. Но если понятно, то для меня это будет как бы большой был. Я буду понимать, что на этой стадии у меня есть те люди, я безусловно знаю, что есть те люди, которые точно это поймут, но мне бы хотелось, чтобы это было максимально много людей, которые бы это понимали, потому что это для меня важно. Это для меня важно, потому что я строю свой мир. Свой мир абсолютно отознанный, где есть такие же люди, которые со мной идут в плечо в плечо. Не которые за мной, я уже говорила много раз, а которые идут со мной в плечо в плечо. Если сейчас нет вопросов, я, наверное, отвечу на те вопросы, которые очень часто задавали мне по поводу марафона и по поводу ретрита. Ребят, марафон стартует 11 сентября. Извиняюсь, с 11 июля. Это марафон «Возможность меня». Это как раз тот марафон, когда мы говорим не только о еде, либо нет, когда мы раскрываем все возможности и те способности, которые есть у вас. Я вам расскажу, что такое клеточное преобразование. Но я не смогу с вами работать напрямую, потому что я в любом случае не буду видеть через камеру, что происходит с вами внутри клеточного процесса. Так оно и есть. Это от этого никуда не деться. Но в любом случае вы получите ту информацию, которую я, конечно же, не даю на прямых эфирах. Если интересует кого-то депривация сна, то, конечно же, это будет та информация, которую я тоже не даю на прямых эфирах. То есть про депривацию я вообще ничего не буду на прямых эфирах. Что касаемо ретрита «Марафон желаний», то я его запустила не просто так. Я его запустила именно так, чтобы вы понимали, что каждое ваше желание, если оно истинно, если вы правильно к нему подходите, то оно не может не сбыться. Априори такого и просто не может быть. И я рассказываю, почему оно может не сбыться. Потому что все остальные случаи, а это только 100% сбывания. По-другому никак. И, конечно же, «Марафон строен». Это для тех людей, для тех ребят, которые по определенным причинам не могут сдвинуться с мертвой точки. Это могут быть какие-то психологические моменты. Это могут быть люди, которые очень много у меня проходит «Марафон колясочников», потому что они озаничены в определенном виде в движениях и не могут, например, заниматься в зале. И у них стоит вес. Мы тоже разбираем эти ситуации, и очень сложительный момент бывает. Что касаемо ретрита. Ретрит мы… если мы на том ретрите заглядывали в клеточки, и я показывала ребятам, как заглянуть в клеточки, то на этом ретрите я четко понимаю, что мы можем не только заглянуть в клеточки, сейчас уже я понимаю, потому что сейчас я прошла этот уровень, мы можем их… мы можем их в определенной стадии запустить в определенную энергию. И почему это в ретрите? Потому что, когда мы начинаем определить… когда мы начинаем вот эти вот практики… не люблю это слово, но давайте так уж будем… когда мы начинаем эти практики… ну как бы у меня есть видение на тонких планах, как бы оно уже как бы априори приходит, это не потому что я такая там «Вау!», а потому что оно априори приходит, и у вас оно придет. И когда у человека идут определенные сомнения, идут определенные стопы на каком-то этапе, то на тонких планах, когда они со мной в группе, на тонких планах я их моментально снимаю, то есть я вижу их. Я их моментально снимаю, и они тогда проходят глубже. Когда они проходят глубже, тогда идет понимание что с ними происходит. Когда ты идешь и видишь, что с тобой происходит, то тебе уже бесполезно говорить, вот она врет, вот он врет, вот он не говорит. Это уже для тебя не имеет никакой роли, потому что ты прочувствовал это внутри себя, на себе. И как раз что такое ретрит? Ретрит – это как раз когда мы находимся в едином поле, и в этом поле я могу подкорректировать определенные моменты. Со временем вы можете корректировать, как минимум начинать с себя, а потом уже начинать корректировать те моменты, которые происходят в вашем поле. И я их начинаю корректировать только с вашего позволения. Немаловажно. Снимаете стопы, и вы идете дальше внутри себя. Вы идете не только в вашу кровь, вы идете в состояние и структурирование ДНК. И это очень важно, потому что это абсолютно другая структура, это абсолютно другой план вашего уровня жизни, вашего уровня восприятия новой реальности. Это немаловажно. Так, сейчас все понятно и согласно совсем. Мне непонятно. Танюш, скажи, пожалуйста, гонючуровку, что непонятно. Интересует только конкретная техника, как общаться здесь и со своим родом. Смотрите, ребят, как взаимодействовать со своим родом. Твой род, он всегда готов на... На принятие тебя, вернее, не на принятие, они-то тебя уже приняли. Ты не можешь узнать, что за тобой целый род. За тобой целый полк мудрецов, которые тебе дают определенные моменты. Определенные грани самого себя. И... Это не заманивание на марафон, но это правда. Я не могу через камеру снять эти барьеры, чтобы вы увидели определенный род. Чтобы вы увидели свой род, чтобы вы увидели те разговоры, которые вам могут... Которые может передать ваш род. То есть я сейчас на... У меня был великолепный день рождения, ребят. Это просто... Это мой лучший день рождения, который был вчера. Я провела этот день рождения со Светланой. Светлана это проводник... Ну, назвать ее экскурсовод. Да, у нее дипломы экскурсовода. Но экскурсовод это настолько мелко для нее, что я даже, вот если честно, не готова ее называть экскурсоводом. Это настолько увлеченный человек, который может передать честяне мудрецов, что это просто бомба. Это правда. Если, кстати, нужны будут контакты с Светлана, я их с огромным удовольствием дам. Это не рекламанка. Это... Вы сами поймете, насколько это светлый, добрый, душевный и открытый человек. И таких людей просто бесконечно множество. Ну, по крайней мере, которых меня сейчас окружают. И она меня провела по тем мудрецам. И мы с ней проработали не только мудрец... Не только свой род, но и в какой-то степени она мне рассказала, где и как. И так как я определенные вещи вижу, я ей рассказала какие-то моменты, которые как выстраиваются. И когда ты находишься в поле друг друга, тогда ты можешь снять не только ограничения и барьеры, тогда ты можешь просто прикосновением ладони. Если, например, человек говорит, я не вижу, я ничего не вижу, я ничего не понимаю, я ничего не это, то ты тогда просто берешь ладонь и через... Можно и без ладони, но через ладонь очень хорошо передают. И ты через ладонь... У нас вот здесь определенный свет в ладошках. Все, наверное, знают, как шары катать, там еще что-то. И когда мы берем ладонь к ладоню, то есть берешь вот так и передаешь четкую картинку. И когда я передаю эту четкую картинку, человек видит, он уже не может сказать, что это было не так, потому что я-то вижу то же самое. И вот когда мы вот на таком этапе, на таком, в таком критерии общаемся с друг другом, тут уже не может быть сомнений. И это, да, это действительно сложно через камеру передать. Я пытаюсь многие вещи вам передать. И на марафонах я даю техники. То, что происходит в прямом общении, это, ну, это можете прочувствовать. Это как бы не говорит о том, что, как бы, хорошо или плохо, или нет. Это просто факт. И все. Так, я понятия ваш род понимаю, как примерно несколько поколений, а чем дальше вглубь, как может это быть мой род, если все там уже перемешаны и другие роды. Не-не, Татьяна, это вообще другое. За тобой стоит такая глыба, за тобой стоит такая мощь, о которой ты даже не представляешь. И вы думаете, что мы настолько малы? Вы думаете, что у нас настолько маленькое пространство вот этого всего? То есть у нас не ограничивается же, мы не ограничиваемся этим земным шаром. Ребят, вы поймите, наш земной шар, это только эта плотность. Он вот такой вот, он маленький. За вот этой плотностью есть следующие плотности, с которыми вы абсолютно нормально можете общаться, потому что вы и есть другая плотность. И когда вы приходите к самому себе, вы это четко очень осознаете. Информация доносится не словами, не простыми, несложными, доносится состоянием. Степан, доносится состоянием, но я не могу иногда донести определенные состояния через камеру. Может быть, я не настолько еще сильна в этом, именно поэтому я не могу донести состояние. Может быть, кто-то может. Я пока, ну я стараюсь, я делаю все, чтобы максимально раскрывались вокруг меня люди, правда. А почему мудрецы, может, там в роду палачи какие-нибудь были, к примеру? А, Татьяна, нет, я вам потом расскажу. Любого палача, определенного палача, холдуна, еще кого-то в своем роде, вы можете через старт со своего рода, вы можете попросить, чтобы перейти на свою сторону. Я вас уверяю, они уже настолько измучились, их душа изранена. Они настолько изранены, они готовы это сделать. И когда вы переходите с ними в состояние света, тогда меняется ваша структура вашей жизни в настоящем моменте. И это, вот эти вот состояния, они моментальны, они настолько вот, вы физически просто вас выбрасывает в определенный состояние. Физически вы понимаете такое, все, вас выбросило. И это не шутки, это как бы не какие-то там... Я попробую это передать на марафоне, ребят, правда попробую. Но то, что будет на ретрите, это будет прямо вот через состояние. Я каждого человека буду переводить, вот прям вытаскивать. Это однозначно. Потому что я сейчас уже понимаю, что я это могу. И когда я понимаю, что это могу, я это буду делать. И вы это увидите. Вы это почувствуете. Как бы другого-то не будет. Да, Светлана, скиньте, пожалуйста, контакты той с Светланой. Куда скинуть здесь? Сейчас час закончится. Напишите мне, пожалуйста, либо... Напишите мне в Телеграм. И я скину контакты. Светлана, обязательно скину. Пожалуйста, напишите. Здесь как раз в каждом видео у меня есть все контакты. Либо в школу Акономии, либо в Телеграм, либо еще куда-то. Не важно, куда. Я все равно их скину. Только напишите, что мне нужны. Под этим видео прикрепите контакты той с Светланой. Под видео... Не знаю, сможем ли мы прикрепить или нет. Но если вы напишите в любой, в любой абсолютно, ребят, канал, который будет под видео, то мы вам скинем контакты с Светланой, потому что это просто... Это просто светлый человечек. Благодарю Светлану. Благодарю. Да, ребят, задавайте еще вопросы. Потому что те раскрытия... Хочется уже перетерять вот эту вот тему, что что такое автономия, как на него выходить, что такое сухие дни. Хочется вам дать большего. И не просто так. Сейчас каждую неделю в открытом клубе, в лайв-руме, я же не просто так ребят сейчас веду. Я сейчас месяц их буду вести, чтобы они у меня были раз в неделю, на два... Раз в неделю, два... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok